ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Команда Центра защиты одесситов продолжает бороться с незаконной продажей алкоголя в нашем городе. Нами зафиксированы сотни нарушений. Десятки торговых точек уже закрыты. Многие из них снесены. Каждая будка и ларек, которые ежедневно травят одесситов, заносится на нашу интерактивную карту. На прошлой неделе команда Центра защиты одесситов совместно с возмущенными предпринимателями посетили управление торговли, чтобы призвать чиновников, наконец, заняться своими непосредственными обязанностями и вспомнить свое прямое назначение. После длительного диалога вместе с общественниками, руководителю Центра защиты одесситов, Егору Прокопчаку удалось заставить директора Сергея Машьянова вновь вспомнить о необходимости демонтировать незаконные сооружения, в которых продают алкоголь на разлив. Это же никакая мелкая проблема. Это реально проблема, которая отравляет весь район вокруг себя. Давайте хотя бы одну неделю, не знаю, хоть так, если все нельзя. Давайте, оставьте свой телефон, мы будем вас привлекать, вы нам будете помогать их с нас. Я с удовольствием, я вам показал. Давайте. Когда вы приходите на себя наливаете, организм это вот примерно такое же сообщество, только уже с той стороны. Как говорят, люди, опять же, где тут можно сейчас будет, люди 10 лет стоят, а вы их сносите. Наливает, вы сушите, вы сушите, а вы сушите, а нормально вы сушите. У меня такая корочка сушивается. Да, да, да. Даже кто бред, да. А решение? А решает, и нет. Результат такого массового мероприятия не заставил себя долго ждать. Благодаря настойчивости Центра защиты одесситов в кратчайшие сроки была демонтирована очередная наливайка, отмеченная на нашей карте. Ею оказался небольшой ларек, расположенный по улице Махачкалинская 2. Несмотря на свои маленькие размеры, данное заведение много лет не давало спокойной жизни одесситам в целой округе. И драки были, и валялись, и дети все видели, смотрели, ходили. Ну, теперь нет? Ну, а теперь не будет? Помашки. Цветочки понасадите, еще что-то. Это хорошо, что вот это вот убрали. Ну, куда это водится. Команда Центра защиты одесситов намерена и дальше бороться с незаконной продажей алкоголя в нашем городе. Сообщайте на нашу горячую линию, если в вашем районе незаконно продают алкоголь. К нам в Центр защиты одесситов поступало очень много жалоб от людей по разным точкам по всему городу. Соответственно, в апреле мы подали в управление торговлей полный список, состоящий из 130 точек почти от фотографированных, с видеоматериалами, со всем, что незаконно продают алкоголь на разлив. И вот эта точка была, в частности, тоже в том списке. Хозяин получал предупреждение от нас, получал предупреждение от управления торговлей о том, чтобы он прекратил торговлю на разлив алкоголем. Ну, хозяин свои выводы не сделал, эта точка сегодня была демонтирована. Ну, я уверен, что если такими темпами будем продолжать двигаться, то, я думаю, мы это зло в нашем городе поборем однозначно. Несмотря на развитие современных технологий, такая устаревшая, казалось бы, вещь, как радиоточка, по-прежнему остается важной частью жизни для многих одесских пенсионеров. И когда она ломается, это становится настоящей трагедией. Лидии Митрофановне 91 год. Она очень плохо ходит и почти ничего не видит. Поэтому радиоточка для пенсионерки была единственной связью с миром. До тех пор, пока не сломалась. Дают мне номер этих, кто справляет. Ждите. Опять я жду. Потом я говорю, девушка, пять месяцев, сколько можно? Дайте начальника. 22.05.65. За семь месяцев он ни разу не поднял трубку. Не добившись помощи ни по одному из телефонов, пенсионерка вынуждена была обратиться в Центр защиты Одесситов. Я одна в комнате, тишина. Захожу сюда, тишина. Очень надо. И я ж хочу знать, что и как. Все мне важно. Где сейчас наши, как воюют. Мы напишем заявление от нашей общественной организации. Включим вас в этот перечень людей, в список людей, которые к нам обратились. Пожалуйста. И от нашего имени обратимся и потребуем, чтобы эту проблему решили. Пожалуйста. Пожалуйста. Вера Васильевна тоже привыкла постоянно прислушиваться к новостям по радио. И когда приемник замолчал, очень огорчилась. Уже три месяца не работает. Но бывает, так, полчаса тихонечко поговорить, и опять нет. Больше всего пожилого человека огорчает равнодушие и хамство тех, кто должен оказывать оплаченную ею услугу. Ведь пусть это и не большие деньги, но платит Вера Васильевна их регулярно. Не с кем поговорить. Вот я за десяти часов сегодня звоню, наплакалась, позвонила в горосполком. Горисполком сказал, мы уже не имеем отношения к ним. Говорю, ничего не можем. Обслуживает радиоточки предприятие «Укртелеком». Именно сюда Алексея Сауленко и команда Центра защиты Одесситов отправились в поисках правдивого ответа на вопрос, почему молчат радиоточки пенсионеров. У нас в Центре защиты Одесситов есть горячая линия, о которой поступают жалобы. Конкретно по вашему вопросу это касательно радиоточек. Говорят, что неоднократно к вам обращались по телефонам, которые вы предоставляете, они никакого результата добиться не могут. Это пенсионеры, дети войны, инвалиды, люди, которые из квартиры не выходят. Даже эти звонки за них делают иногда соседи. Такого быть не может. Точки входа у нас разные. Можно обратиться письменно, можно обратиться в формирование на новую связь от курса. Можно через интернет подать заявку. То есть у нас точки входа... Нет, эти люди, которые в основном жалуются, они не то что они... Ну, укртелекома, укртелекома приняли заявление и твердо пообещали устранить все поломки. Спустя месяц мы проверили, выполнено ли это обещание. Оказалось, что ремонтники в пенсионерах действительно побывали. Полез на крышу и что-то там делали и заговорил, но тихо. После ремонта сети выяснилось, что необходимо заменить и саму радиоточку, давно отслужившую свой век. С новым приемником Лидия Митрофановна наконец сможет услышать все новости и больше не будет чувствовать себя так одиноко. Спасибо, довольная радиоточка работает. Я слышу. Да, спасибо, спасибо. Это вам спасибо. Вера Машкович тоже довольна. Теперь ее радиоточка снова работает. Не прошло где-то дня три, как позвонили мне, спросили ли радио заговорить. Я говорю, говорит, большое спасибо. Это не мы виноваты, это виноваты техники. Я говорю, какие техники. Я три месяца звонила к вам, чтобы радио сделать. Ну, в общем, потом сделали пересчет мне. Сделали мне радио. Говорит, оно хорошо, громкость, все нормально. За метаморфозы в работе сотрудников Укртелекома пенсионерка благодарит Центр защиты Одесситов. Я очень довольна. Я очень довольна. Это хорошо, что есть вот этот вот Центр защиты Одесситов. Кого вы защищаете? Защищайте вот таких, как я. Которые... Все, не нервничайте, все в порядке. Которые защиты... Нам очень приятно, что получается вот так вот помочь, понимаете? А вот вы, да, а вы его защищаете. Это большое шашлык. К сожалению, простым Одесситам не так просто добиться каких-то действий от крупных компаний. Мы составили запрос, отправили его в Укртелеком. Получен сейчас ответ, в котором сказано, что все неполадки устранены и будет произведен перерасчет. Люди не будут платить за тот период, в который радиоточки не работали. Если ваши законные требования игнорируют, звоните на телефон нашей горячей линии 709-1010, и мы поможем вам выйти из сложившейся ситуации.